Не налей ещё. Короче, пока жопа пирожка стоит на заднем фоне и закрывает просто хуй, я чё подумал? Сегодня ролик, в котором мы с вами подводим итоги года. Я расскажу, что происходило лично у меня такого важного, нужного за этот год. Обсудим какие-то важные события, которые, мне кажется, за этот год были прям вот... Без автомобилей. Автомобили пошли нахуй. Ну, типа, вот сегодня будет максимально такой прямолинейный житейский выпуск. И я обычно делаю что? Чё ты там делаешь, Зоя? А, ничего. Как я обычно делаю, когда нужно записать какой-нибудь ролик с каким-нибудь разгоном на какую-нибудь тему. Я беру основные мысли, которые у меня есть в голове. Пишу какой-то сценарий, пишу какой-то текст. У меня он вот тут висит в заметочках. Я напрягаюсь, когда эта хуя сзади стоит. А когда вы вдвоём ещё улыбаетесь. Он там точно... Я тебя вижу в окно, чувак, если что. Типа, ты отражаешься в окне у меня вон там. Когда мне нужно выдать вам какую-то собранную мысль и так далее. Если это материал на основу, я прям пишу подробный сценарий слово в слово. И у меня он в ноуте лежит. И я прям, типа, в него поглядываю и говорю вам что-то. Если это какой-то разгон на второй канал, я прокидываю какие-то основные мысли, которые нужно не забыть и разгоняюсь. В новостях я ничего не прокидываю. У меня просто висят новости. Я по поводу них что-то говорю. Так вот. У меня есть сценарий на этот ролик. У меня сведены все итоги. Вот это всё. Но давайте сделаем вот так. И ещё вот так. Используем Peugeot по назначению. Сразу, кстати, вам вкидываю, что вот все, кто мне пишут в директ Инстаграма посоветовать какого-нибудь вино, Лиза Сомелье. Ну, типа, настоящий. Вот, трочите её по этому поводу. Я решил окончательно похоронить ей Инстаграм. Просто вот на него, как явление. И так нафига народ туда полезло, типа. Давайте полностью... Сисик нету, ребят. Не лезьте туда. Она тебя сожрёт, бля... Все подводят итоги года. И все такие, ебать, 2020-й, да чтоб ты сдох. Вот это всё, типа, чтобы больше никогда не повторилось. А вот я тот человек, который озвучит вам другую точку зрения. Потому что 2020-й был великолепен. Да, он был сложный. Да, с точки зрения событий. Да, миру грустно. Да, коронавирус штука так себе. Да, пандемия. Да, люди умирают. Да, факт. Но. Я вот как смотрю на жизнь. Жизнь это про проживание некого опыта. Фактически, вот мы как бы тут хер пойми зачем и где конкретно появились, проживаем какой-то опыт и умираем. Факт. Вся наша жизнь, по сути, просто накопление какого-то опыта. Любые события, которые так или иначе в мире происходят, миру, строго говоря, на вас плевать. Ну, в глобальном смысле. И каким-то глобальным штукам просто похуй. Они не замечают того, что вы существуете как явление. И они все по умолчанию нейтральны. Все события так или иначе мы типа придаем этому делу цвет. Что-то у нас белое, что-то у нас черное, что-то у нас непонятно серенькое и бла-бла-бла. И в целом все, все, что происходит, оно нейтральное по определению. Даже самые жуткие события, даже самые ужасные вещи, они нейтральны по определению. Я знаю, что это довольно странный взгляд на мир, но у меня вот он вот такой. И именно с точки зрения того, какой нам прикольный, необычный и неочевидный опыт подкинул этот год, ничего рядом не стояло. Потому что все предыдущие года все как-то плюс-минус было прогнозируемо, понятно. Весной обычно мы гуляли, ну типа летом мы чуть больше гуляли, осенью мы там сидели грустили, а тут весной все, сиди дома, например. С точки зрения того, как резко поменялась ситуация в начале года, с того, как резко все просто бау, типа все в ахуе, все не понимают, что делать. Вот именно с точки зрения, если на это смотреть просто как на опыт, который типа все пережили по-разному, у кого-то стало лучше за этот год, у кого-то стало хуже за этот год. Но даже если бы я типа сидел бы сейчас перед камерой в дырявых трусах и больше бы ни в чем в подъезде в обоссанном бомжом, то скорее всего я говорил бы примерно то же самое. Потому что это мой взгляд на мир вот за всю мою жизнь. Иди убирай свое угодно из креста. И с точки зрения возможного спектра эмоций, которые вы лично могли прожить за этот год, год охуенный. Для начала разгона давайте вспомним, что вообще происходило изначально. Изначально я был на Бали. Но, грубо говоря, у меня стандартная история, что я уже третий год подряд встречаю Новый год не в России, я уезжаю в Индонезию, там серфить, типа, я думаю, что кто за мной давно наблюдает, те знают, что я очень сильно увлекаюсь серфингом. И вот в этом году, сука, 11 месяцев я уже не был на волнах. Ни на каких. Ни на искусственных, ни на морских, ни на океанских, ни на каких. Я всю дорогу работал. Ни одной жирушки не попалось. Ни одной жирушки не попалось, да. Я для тебя какая-то шутка. Так вот, и в момент, когда, типа, я вернулся в феврале, пока я еще даже находился на Бали, я лично, типа, прям угорал с того, что, ой, эти азиаты вечно ходят в каких-то масках, вечно о чем-то переживают, что-то происходит. Особенно в Индонезийском аэропорту тут же там, типа, там же все азиаты, они все очень сильно обеспокоены по этому поводу. И там практически сразу все, как только появились первые новости о коронавирусе, все сразу надели маски, все, теперь все ходят. Такие в целлофановых пакетах и так далее. Но по возвращению мы начинаем работать и в марте становится понятно, что это все уже не шутки и Москву реально закрывают, что реально закрывают официальных дилеров, реально закрывают все. И это, типа, был очень стрёмный и переломный момент лично для меня, потому что предприниматели понимают, когда у тебя штат, за тобой стоит ватага сотрудников, которым нужно платить зарплату, от которых зависит по сути их семьи, нужно обеспечивать работу, нужно каким-то образом сохранить вообще компанию, потому что те, кто думают, что предпринимательство, это ты, типа, вот Порше купил и катаешься, и это вот предпринимательство на самом деле такое, типа, бизнес-джеты, квартиры и дорогие машины, да-да, и расходы никуда не деваются, на поддержку никакую изначально, я сразу понимал, что рассчитывать не стоит. И при этом, до локдауна, всегда было как, что канал и продакшн, которого тогда толком не было еще, тогда был я, Паша, ты и ты, да, вчетвером мы были, Гудок и Серега. И это всегда все существовало, как бы, ну, просто как сотрудники автопрогмата, типа, мы как сидели, как условно говоря, отдел маркетинга, и мы вообще не парились по поводу того, сколько денег генерируют каналы, генерируют ли они вообще хоть что-либо, все расходы покрывает автопрогмат, и все нормально, в целом. Тут мы понимаем, что автопрогмат генерирует убыток, то есть, типа, у нас за апрель отрицательная доходность, хлопок отрицательной направленности, или как там это называется? Отрицательный, вот, да, у нас отрицательный рост в апреле. Сгенерировался. Да, и в мае тоже. Надо из чего-то платить, благо у меня были какие-то, ну, свои резервы, условно говоря, на черный день, условно, и из них я, ну, какие-то зарплаты выплачивал. Покрывал аренду, по аренде нам дали скидку аж 25%, за два месяца не пользования офисом. И вот это был очень сложный момент для меня, как для ответственного лица. И на самом деле я понимаю, что вот в тот момент у меня все как-то сильно внутри поменялось, потому что, первое, я понял, насколько я не могу без работы, потому что до момента локдауна, ну, я всегда много работал, но вот в таком режиме, как работаю сейчас, я не работал никогда. Собственно, как с локдауна понеслась история, без выходных, и просто мы вот 11 месяцев не вынимая работаем, ну, рядом со мной сотрудники меняются, а я, типа, всегда работаю в последнее время. Я понимал, что мне, типа, деваться некуда особо. Я сидел дома, ко мне приезжали парни, мы что-то, мы делали Японию, что-то мы еще делали, до Японии мы что-то еще делали. А, да, к моменту, когда всех закрыли, Япония еще не была написана. Она еще была, типа, я еще помню, что я сценарий дописывал, и мы, пока еще Москва была плюс-минус незакрыта, мы пару обзоров сняли, и потом начали снимать новости потихоньку. Но все равно, типа, съемки и какая-то работа, это небольшой кусок времени, и я просто, типа, так как у меня был пропуск, так как на том моменте я еще работал с РНТВ, и у меня был пропуск, типа, как у СМИ, что я могу ездить куда угодно и ходить куда угодно, мне было в целом фиолетово вообще. Я ходил пешком на работу и просто находился в офисе. И кто-то, может быть, помнит, кто следит за Инстаграмом, что, как я публиковал, типа, сторисы из пустого офиса, где я один нахожусь в офисном здании, что-то делаю, пытаясь не съехать кукухой. Просто вот хоть что-то, потому что, ну, все менеджеры на удаленке, ничего не происходит, очень грустно смотреть на свой же закрытый офис, и любой предприниматель в этом плане меня поймет, что это такое. И в этот момент, на самом деле, было принято три решения, ну, самых важных. Первое, я в любом случае решу эти вопросы, отступать некуда, на мне все держится, мне не на кого задачи скинуть. Мне в любом случае нужно решить и сделать таким образом, чтобы и компания существовала дальше, чтобы мы дальше развивались, и каналы вытащить, и продакшн оставить. И в целом, нет смысла детально описывать, что конкретно я делал, потому что, а, я не помню точно все, что я делал, б, ну, помню, что много работал, б, как бы, это слишком, как бы, бессмысленные рутинные процессы, нафига вам это описывать. Но, три ключевых штуки, с которых мы вышли, которые были приняты в локдаун, и которые сейчас офигенно работают, и три главных цели 2020 года, которые выполнились. первое, мы сделали так, что продакшн стал монетизироваться, как, по сути, отдельный проект, и он полностью финансово теперь уже отвязан от прагмата, и он сам генерирует прибыль, позволяет оплачивать зарплаты, и самое главное, что он позволяет расширяться сам. У нас есть на 21 год глобальная задача по тому, как разгрузить меня, потому что пока что непонятно, потому что понятно, что теперь самое слабое звено вообще в целом продакшн, это я, потому что я нужен везде. И вот по вот этому лицу, которая заметно постарела за год, ну, если реально открыть просто видос год назад, вот как я выглядел год назад, вот как я выгляжу сейчас. Да. Просто так такие штуки типа не остаются. Если я еще примерно год буду работать в таком же режиме, в котором я работаю сейчас, скорее всего, я слягу. Ну, типа, скорее всего, что-то серьезное с мной произойдет, поэтому самая важная задача на 21 год каким-то образом разгрузить меня, каким-то образом оптимизировать процессы так, чтобы типа я поменьше участвовал во все. Но, первое, продакшн теперь полностью монетизируется. Второе, мы сделали самые популярные новости автомобильные в Рунете в целом. Банан, сука, это банан. Это не член. Это банан. Не член. Член это член. Банан это банан. Банан, он такой желтый. Это не член. Это банан. Не член. Член это член. Банан это банан. Банан это член. Субтитры создавал DimaTorzok Это достижение прям Потому что покажите мне еще один Настолько стабильно работающий проект в Рунете Именно какой-то формат Они есть, но их по пальцам пересчитать Который стабильно выходит Два раза в неделю, начиная Если просто отмотать канал Условно говоря, на протяжении Уже 7 месяцев к ряду Каждую неделю, два раза, в среду-воскресенье По дедлайну выходят ролики По 30 минут каждый Которые построены только на автомобильных новостях На штуки, которые, ну, в принципе-то Мало кому интересно так-то Потому что Автомир в целом штука не хайповая И в целом это, ну, опять же Посмотрите статистики посещения Всех новостных автомобильных сайтов И увидите, что там цифры-то вообще невеликие И за все это время За все эти 7 месяцев Мы только два раза сместили Ну, типа, мы два раза просрали дедлайн Один раз новости вышли с задержкой в один день Второй раз новости вышли с задержкой в два дня И эти обе штуки произошли из-за рекламных интеграций Потому что мы их не успевали согласовать со спонсорами И вот они там пока раздуплялись Пока там что-что как У нас все было готово уже И интеграции, и ролик, и все-все-все И вот И охуенно Автоновости же существовали и до того, как ими занялись мы Автомобильные чисто там много каналов И там у всех по 5 тысяч просмотров По 10 тысяч просмотров На каких-то по 40 А у нас стабильно собирать где-то 250-300 Уже Если в начале года это было по 150 Условно за выпуск Сейчас у нас аудитория наращивается И ла-ла-ла-ла Ну, и это офигеть И на самом деле Вот в этих двух вещах В новостях И в монетизации основного канала И второго канала тоже То есть, типа, оба канала сейчас у нас прибыльны Первый раз за Сколько? Шесть лет я на ютубе Ну, наверное, плюс-минус Хоть как-то с монетизации И с контрактом Автору мы начали иногда Не каждый месяц Отбиваться Где-то в районе Восемнадцатого года С одним, с двумя, с тремя людьми Типа, там, один в штате И два на Фрилансе, условно говоря И с теми деньгами Которые мне нужно было тратить На оборудование И на проекты А сейчас Это, ну, прям Прибыльные проекты И, как мне кажется То условие Что предыдущие, там, пять лет Мы никоим образом особо рекламу Не продавали на канале У нас был только контракт Автору Который, кстати говоря Мы расторгли Мы его не продлили Мы отказались от контракта На двадцать первый год Потому что, опять же Типа, он бы не позволил нам Просто окупать процесс Типа, если раньше Когда мне было по барабану На ФОТ Это фонд оплаты труда Когда мне было по барабану В целом на цифры И мы просто все это списывали С автопрагмата Тогда можно было Окей, типа, особо сильно Не задумываться Сейчас Когда штат уже довольно приличный Надо об этом думать И очень классно Что у меня был вот этот период Когда мы пять лет Вообще не продавали толком рекламу У нас никогда не было У меня никогда не было потребности Брать абы каких спонсоров И впаривать абы что Просто чтобы заработать Хоть каких-то денег Потому что у меня был бизнес всегда И я как бы существовал за счет него И каналы существовали за счет него И сейчас, когда мы на шестом году проекта Начали монетизироваться Мы можем выбирать из зарекламодателей И советовать И интегрировать в наш материал Только, ну, реально достойные компании Достойные продукты Достойные штуки По моим ощущениям И как мне кажется Почему это работает От того, что у меня нет Какого-то бэкграунда Интеграции очень кривых продуктов Очень кривых материалов И каких-то таких неправильных компаний Конверсия Самое важное для рекламодателей И цифры, которые мы по итогу показываем Ну, для рекламодателей Что самое важное Типа переходы по ссылкам Покупки продукции Бла-бла-бла Они высокие И рекламодатели довольны И вот это вот наш такой общий тандем Что мы не рекламируем говно Вы нам доверяете И правильно делаете Потому что у нас У нас как бы нет потребности И нет нужды Рекламировать Всякое говнище Просто потому что у нас И рекламодатели есть Материалы выходят столько Что позволяют нам Спокойно окупаться Вообще отлично И спасибо вам большое За доверие Потому что Это одна из важных штук Деньги и финансы Это основной фундамент Любой компании Любых проектов И бла-бла-бла Если бы мы не начали Монетизироваться Франции бы вот в таком виде Не было Определенно точно Потому что Япония И ДТП Это убыточные проекты Мы их делали просто Ну типа По сути за мой счет А Франция первая документалка Которая окупилась Хотя в производство Было потрачено 758 тысяч рублей 787 уже Ну короче вот 787 тысяч рублей Стоило производство С учетом того Что я бесплатный Бесценный ты А не бесплатный Ну вот Типа хрен пойми Как меня считать Потому что Мои трудозатраты На сценарий Два месяца написания Съемочная неделя Ну и весь процесс Производства Весь процесс Производства Ну и я И считается что я бесплатный Потому что Ну как бы Я получаю только доход С проекта Зарплату не получаю И если просто Посчитать зарплаты Людей кто участвовал В процессе Съемки Бла-бла-бла Вот Франция нам стоила Ну почти в 800 тысяч рублей Поэтому те люди Кто писали что Типа Элло интеграции Пиздец Вот в тот момент Когда вы отдадите Свою Октавию Аудитории Вменяемые Умнички Разумнички Люблю вас очень сильно Прекрасно понимаю Что без рекламы И финансов Типа Никакой проект Существовать не может И очень классно Что у нас это получилось И появилась Такая возможность Потому что Ну это В том числе И моя безалаберность В том числе И мое безответственное Отношение к процессу До Вот этой пандемии И Охуенно Что она вскрыла Эту проблему Да В апреле я охуел Ну Было очень плохо Но зато сейчас У нас Офигенно клевый проект И третье Я поменял руководство В автопрогмате Потому что Опять же В Пандемию Выяснилось Что я на свое руководство На то старое Опереться не могу Мне опять же Нужно было Все вывозить В одно лицо В одну калитку То есть я как-то Говорил там Типа в июне В июле Типа в августе В сентябре Я там что-то Периодически вкинул Другую штуку Что автопрогмат меняется Мы там много чего меняем Так вот Основная тема в том Что я поменял руководство Я заменил двух людей Всего в компании И автопрогмат теперь Работает совершенно по-другому Просто потому что Типа пришли люди На кого я теперь могу опираться Как показатель того Что Мы все сделали правильно Автопрогмат в этом году вырос Несмотря на два месяца локдауна Несмотря на два отрицательных Месяца По итогу Мы заработали больше Чем за девятнадцатый год Мы выросли на Тридцать пять процентов Хотя план был вырасти на пятьдесят Изначально Ну типа до пандемии Мы думали Рассчитывали Примерно прикидывали Что мы сможем вырасти на пятьдесят Но выросли на тридцать пять Всего ли С учетом того Что треть бизнеса закрылась Нахуй Меня этот год Очень сильно поменял Я думаю По мне это видно И этим он и был охуенный Вот я всегда Я тот человек Который довольно странный Но Когда я вижу Что происходит Какая-то жопа Жуткая Я такой О прикольно Надо прыгать В моей жизни Типа была Всегда такая история Что В какие бы жуткие условия Я себя не помещал В какую бы тяжелую ситуацию Я бы не падал Я всегда из нее вылезал В более лучшей версии Самого себя Я понимаю Что в какой-то момент Эта тактика не сработает Стратегия такая В целом не сработает И в какой-то момент Все закончится Но В какой-то момент Вся жизнь закончится Да В какой-то момент Это не сработает Но пока работает И охуенно И как мне кажется Правильная модель Со мной может Очень большое количество людей Поспорить В том плане Что Бывает легкий успех Бывает легкая Какая-то штука Когда на человека Что-то сваливается И он особо не напрягался Особенно если посмотреть Большинство бизнес-тренеров Если почитать Очень много книг Что там Типа Да всего лишь Оторви жопу И все будет Охуенно Да Жопу оторвать Конечно надо Но В моей жизни Ни разу не было такого Что мне какое-то достижение Удавалось легко Я всегда прям Физически чувствовал Как жопа трещит по швам И так как На своих каналах Я транслирую только Вот свой личный опыт Свое мнение И свое вот это все Как бы Мне нет смысла Вас обманывать И говорить Что типа Все легко Мир Дружба Печеньки Нет У меня всегда так получается Что какой-то значимый результат Я получаю только тогда Когда разрываю жопу напополам Но после этого Типа Ты как будто бы Встаешь на новую ступеньку И когда ты к ней привыкаешь Тебе очень легко Дается те результаты Которые у тебя на тот момент есть И снова хочешь сорвать жопу Лезть на следующую ступеньку И вот таким макаром Я дожил до 29 лет И до двух проектов А ну и четвертое Самое значимое достижение года Я считаю Это наши документалки Ну потому что Типа Блять Вы их видели Такие мысли И как резюмешка Я же всегда Типа Так или иначе Я думаю По мне заметно Что меня всегда Очень жутко печет С того Когда Ну у нас там Типа В стране Там в инфополе Или везде Где-то Люди замечают Только негативное И такие Что вот говно Не замечая Что все вокруг Классно Ну да Вот говно лежит Вот кусок Блять большой Довольно Но вокруг Типа все Остальное Классно И меня это Всегда Жутко бесит И вот сейчас Понятное дело Все такие 20-20 Это пиздец Это плохо Бла-бла-бла Хотя Во-первых Жизнь не останавливалась И очень прикольно Как даже в условиях Того Что вот происходило В этом году Даже во всех этих условиях Жесткого дистанцирования Ограничений Бла-бла-бла Жизнь-то продолжается Люди точно так же Живут Работают Общаются Влюбляются Ссорятся Расходятся И живут дальше Да Немного по-другому Да В других условиях Но жизнь продолжается Первое Второе Я не знаю Ни одного предпринимателя Из всех своих Из тех С кем я общаюсь Кто бы не вырос За это время Я вижу закрытые Магазины Я вижу закрытые Рестораны В Москве И это на самом деле Для бизнеса В чем-то Ну типа Это может звучать Жестко Это может звучать Плохо И прям Так себе Но я позволю себе Такое выражение Первое Очень жесткий пинок По то Чтобы реструктуризироваться И убирать лишнее Отрезать лишнее Оставлять только живое Настоящее в бизнесе Второе Очень жесткий пинок Уходить Войти Уходить В Прозрачные Там Какие-то Внутренние системы И А все Кто просто Не успели Измениться Или кто Были старые Слишком Умерли Ну да Это жестко Но типа А что поделать Он просто Очень резко Ускорил процессы Он очень резко Типа Взял И добил Тех Кто по идее Ну лет через пять Был умер Например Как мне кажется Пойму ощущение Может быть это ошибка Выжившего Может быть Усиливает то что растет Убивает то что уже загибалось Любой кризис так работает Ну да И мы сейчас Будем искать новое помещение Для всех И это спойлер Автопрагмату Который еще не в курсе Мы будем переезжать Потому что мы не влезаем Мы не влезаем в наше помещение И наше здание Нас уже в целом не выстраивает Мы хотим себе Здоровый большой И вот такие итоги года у меня Оставляю вас с такими мыслями Что не все херово Не все плохо Замечайте хорошее Пожалуйста Это единственное за что можно держаться Если вы будете постоянно сидеть Только в негативе И в мыслях Насколько все ужасно Какой же я несчастный Вам пиздец А если вы будете всегда думать О том Как бы сделать лучше И как я могу повлиять на ситуацию Как я могу изменить И относиться ко всему Что рядом происходит Как к задаче Которая точно имеет решение Ну вот точно имеет решение Просто нужно найти инструменты То все получится Вот И я оставляю вас с тем Что в этом году Еще будет у вас Куча поздравлений Какой ужасный был 2020 год Как все было плохо И бла-бла-бла А как мне кажется Год был охуенный И если вы так Ну напряжетесь И вспомните Что происходило веселого Веселого на самом деле Происходило много Подумайте об этом Всех люблю Увидимся в 2021 Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok